Добрый день, дорогие телезрители. Мы продолжаем цикл телепередач «Вместе к победе» серия интервью с военнослужащими, добровольцами, мобилизованными контрактниками из Ульяновской области, которые прямо сейчас принимают участие в специальной военной операции. Наш сегодняшний гость Александр Георгиевич Бочкарев, заместитель командира именного батальона «Свияга», находится в Ульяновске, насколько я понимаю, на лечении, временно, вот только буквально прибыл из зоны боевых действий. Александр Георгиевич, мы увиделись с вами в октябре последний раз. Все верно. Насколько изменилась боевая обстановка, в которой находится батальон? Какие задачи он сейчас выполняет? Ну, собственно, мы находимся на том же самом месте. Боевые задачи не изменились, за исключением, конечно, погодных условий. Были, когда было еще относительно тепло и комфортно. Сейчас зима, даже уже почти что весна, распуйся, слякоть, эти реки разлились, практически непроходимая территория. Сильно осложняем боевые действия, сильно осложняем бытовые условия. Для тех, кто не в курсе, чем конкретно занимается инженерно-саперное подразделение, кратко напомните, ваш основной сектор работы. Ну, основной сектор работы – это два направления, соответственно, саперы и инженеры. Сапер занимается минированной территорией, выставлением минных заграждений, фортификацией. Соответственно, снятие минных заграждений, если есть необходимость для этого подрыва, не зараживаться боеприпасов, в таком ключе, инженерные роты. Это то, что на гражданике называется механизатор, эскаваторщик, бульдозериты, батисты, автомобилисты, краночеки. Значит, люди, которые занимаются обеспечением всех вопросов, связанных с транспортировкой, фортификацией, отрывкой сооружений, мостовых сооружений, переправ и так далее. Насколько я понимаю, что вот этих людей, как правило, их вклад в победу сильно недооценивают. Они не показывают каких-то громких фильмов, они не прославлены, как десантники или штурмовики, но ведь на их плечах и держатся победа. Да, они немножко обделены вниманием, хотя на самом деле, конечно, они не менее геройские парни, чем те же десантники, артиллеристы или самеры. Потому что их задача не видна, она в информационном поле, в таком геройской ауре не обладает, и напрасно, потому что на самом деле задачи, которые выполняют они, они не менее сложные, не менее опасные, чем у обоих подразделений. — Расскажите немного об их работе. Насколько я знаю, люди из этих подразделений, именно батальона Свияго, уже успели совершить немало подвигов. Это даже одним из фразов, 20-ю минуты в репортаже просто не писать, потому что это происходит ежедневно, это рутина, это такие боевые трудяги войны. Ну и последняя история, да, у нас была двухнедельная эпопея нашего эскаваточков группы, которая занялась фортификацией. Это достойно написания, наверное, романа, чтобы восхвалить именно работу обычных парней-работяг на войне. Ситуация в двух словах была следующая. В начале февраля поступила задача на фортификационные работы, создание линии обороны нашей бригады. Соответственно, выдвинулся наш экипаж эскаватор и саперы. Начиная ориентировочно с 5 по 10 февраля, они занимались отрывкой траншей, окопов, балиндажей, все это под постоянными обстрелами. Работа ночью, причем как-то саперы днем обезреживают, не зараживают себе припасы, мины снимают, которые там есть. Ночью вот эскаваточки начинают отрывку фортификационных сооружений. И вот такая карусель была в чьи-то 10 дней. Где-то в 10-х числах примерно началась резкая оттепель. Какая-то бахнутка вышла из берегов, залила поля, соответственно, все наши пути сообщения оказались залиты. И командованием бригады была поставлена задача на восстановление разрушенного моста через реку Бахнутка. Эта задача опять-то досталась этому же эскаватору. Вот они в ночь с 14 до 15 вышли к этому разрушенному мосту, было принято решение о создании там временной переправы. Пришел к помощи кран, эскаватор, опять же группа саперов, боевого хранения. И вот эта группа в течение четырех дней восстановила переправу под постоянными обстрелами. Причем под конец уже работы было дважды атаковано дронами Камикадзе. Эскаватор был разбит, была разбита гидравлика, посещена кабина, разбит аккумуляторный отсек. Тем не менее, если бы парни бросили машину, им бы никто плохого слова не сказал. Но они остались там, они ее восстановили и своим ходом вернулись обратно в подразделение. То есть уже после получения попадания противника? После получения, после прилетов двух дронов Камикадзе, восстановили разбитую машину и на ней же вернулись обратно. Это вот работа, которая, она незаметна для других, но не менее опасна и не менее важна. Потому что благодаря этой работе переправа была остановлена, восстановилась снабжение бригады и боеприпасами, и продовольствиями, и ГСМ. И Бригадзе сможет опять выполнить бою задачу, благодаря геройству вот таких простых парней. Как часто приходится сталкиваться с необходимостью восстанавливать снабжение через реки, мосты же? Сейчас достаточно часто, потому что действительно очень сильно распутятся. В прошлом году зима была не такая снежная, в этом году было достаточно много снега и там. То есть, вот такой снежный коллапс, который здесь в России у нас всех посетил после Нового года, он тоже самое произошло и там. Только там все же регионы более южные, поэтому это все быстро расставило огромную массу снега и воды. Сейчас такие задачи приходят постоянно. Причем, если в ТЛУ с этим справляется, в том числе и МЧС, и гражданские группы дорожников, то на передке это все выпадает на плечи наших инженеров. То есть, все абсолютно делаете только вы? Все, что вблизи линии соприкосновения, все это делается именно инженерными подразделениями нашего батальона. Ну и других инженерных саперных батальонов, соответственно, нашей группировки. Вы рассказали про выкапывание блиндажей. Я почему-то думал, что бойцы сами к себе выкапывают. Получается, вы готовите для других позиций? Изначально. Это тоже одна из задач инженерных войск. То есть, основные работы по откапыванию, производимые, с использованием техники МДК, эскаваторов, БАТов. Пехота приходит на уже готовые позиции, она просто не зарабатывает под себя. То есть, выбирает сектор обстрела, делает ячейки, делает лесеноры, опять же, как им удобнее. Но основная масса грунта вынимается именно инженерным подразделениям, инженерных саперных батальонов. Я так понимаю, для этой работы нужны не только талантливые руки, но и соответствующее оборудование. Всего ли хватает? Ну, всего хватает. Конечно, есть небольшие сложности с ремонтом и восстановлением техники. Потому что техника выходит из строя, технику подбивают. Запчасти доставить туда тяжело. Все это восстановится своими силами, опять же, используя ресурсы и человеческие, и технические нашего батальона. Самое трудное, конечно, восстановление техники и вредение в боегодовность. Это и снег, и грязь, и дождь, и мороз. Все это практически голыми руками, очень часто под обстрелами. Как вот, опять же, эти парни, которые свой эскаватор не бросили, довели его обратным батальоном. Это кажется легко, но попротив полевых условий, под обстрелом, не имея практически ничего под руками, кроме палок и изоленты, как обычно это бывает, восстановить технику и восстановить его боегодовность. Вернуться на ней обратно, отремонтировать и снова через день, через два идти выполнимую задачу. Вы разговаривали с этими людьми? Почему они решили спасать технику? Они просто не могли по-другому поступить. На каждом нашем батальоне, на каждом бойце нашего батальона держит ответственность не только за себя, не только за своих товарищей по батальону, но и за соседние подразделения, подразделения нашей бригады, боевые части, которым мы помогаем, которым их обеспечиваем. Это ответственность, и ответственность достаточно серьезная. Все это понимают, все готовы и выполнять. Самое главное, они морально к этому готовы. Люди работают, несмотря на все трудности, несмотря на опасности. О поздравлениях соседних вы упомянули. Насколько я знаю, вы служите вместе с другим именным батальоном. Да, все верно. В одной бригаде с нами именной дивизион Галвичный Симбирск. Мы с ними тоже вместе рядом. Мы с ними уже два года в одном бригаде. Общаемся, дружим, как можно помогаем друг другу. Земляки. И, я так понимаю, остальные в бригаде тоже из ПФО? У нас все бригады среднего положья. Все подразделения, все подразделения нашей бригады, это именные подразделения, такие же, как мы. Пензе, Саратов, Пермь, Оренбург, Казань, Уфа. Все наши парни положья. Теперь, получается, вы уже сколько, ладно, хоть из зоны вы полтора года получать с таким составом? Уже почти два года, да. Почти два года. Почти два года. Можно ли сказать, что сложилось какое-то такое братство Поволжское? Ну, оно изначально было. Причем, даже если возникают какие-то бытовые конфликты, иногда просто такие, обычные бытовые конфликты. Но никто чужим, как обычно, в обиду своих не даст. То есть, наше братство Поволжское, оно есть, оно работает, оно действует. И наши республики Братские, Мордовичи, Ваши, Татарстан, Башкирия, все, что вокруг Ульянской области. Они всегда вместе с нами и там. Так что, парни, парни наши, братья. Насколько изменились люди, с которыми вы пришли два года назад в зону боевых действий? Возможно, кто-то повзрослел, а кто-то, наоборот, стал относиться к жизни иначе. Ну, к жизни все стали иначе относиться. Потому что у нас было много людей, уже прошедших в горячей точке, имевших боевые опыты. Но здесь война совершенно другая. Не скажу, что другие войны были легче или прочее. Надо просто другая. Это больше похоже на великое отечественное, потому что такое же массивное применение артиллерии, артиллерии на авиации, технике. Позиционная война с этими блиндажами, траншеями, опорными пунктами. То есть, она достаточно своеобразная. Если брать по характеру войны, она действительно больше похожа на великое отечественное. Если посмотреть, какие-то старые кадры кинохроники, черно-белые, где-то наши деды и праздники. В принципе, у нас сейчас то же самое. Люди сильно изменились, очень сильно за два года. Стали мудрее, ответственнее, отчасти злее в хорошем смысле. И желание доделать наконец то, что начали до конца. Оно есть у всех. Добить врага, добиться мира. И вернуться домой, к своим семьям. Расскажите, как происходит сейчас в зоне боевых действий общение с теми, кто остался в Ульяновске. То есть, у вас налажена ли связь, присылать ли вам именные посылки? Да, конечно. Во-первых, у нас много общественных организаций в Ульяновске, которые очень часто к нам приезжают, оказывают помощь. То есть, и городские власти, и партии, крупные наши КПРФ, Единая Россия. В принципе, все партийные организации. Все нам помогают. И масса, масса, просто огромное количество общественных организаций, просто инициативных групп, которые постоянно созваниваются, спрашивают, что надо. Помогают по меру возможностей, чем могут и как могут. Понятно, что у всех разные возможности. Нам любая помощь нужна. Она нам понятна и, самое главное, дорога. Потому что посылки, даже мелкая посылка, которая приходит из дома, из Ульяновска, она греет души и наставит такой-то на добрый лад. А нас помнят, нас ждут. Значит, мы не зря здесь. Ну, буквально вот вчера, насколько я понимаю, была объявлена благодарность от имени батальона Сыльяга. Да, к нам приезжал губернатор в нашей области. И была благодарность имену нашего батальона как правительство, область, администрация, непосредственному губернатору. Геннадий Викторович Неробеев, отдельный благодарность, потому что он буквально с первого дня постоянно на контакте с нашим батальоном. Очень часто сам звонит и спрашивает, парни, что вам надо. Геннадий Викторович, вам огромное-огромное спасибо. Это жилье на саперном батальоне Сыльяга. Насколько я понимаю, в батальоне не все далеко из Ульяновской области, а вот те, кто не из Ульяновской области, они уже чувствуют себя ульяновцами благодаря такой поддержке. Ну, основная масса все-таки наши, местные. Последние полгода, наверное, месяцев, может быть, 10 часто приходят пополнения из других регионов. Но все привыкают к тому, что мы ульяновский батальон. То есть, все они готовы. Даже такое сообразие, мы все их ждем сюда после войны. И многие, вообще, пообщавшись с нами, здесь думают, не вернутся ли, не приехать ли жить на постоянное место в Ульяновскую область, в Ульяновск, к своим моим друзьям, товарищам. Я думаю, что многие, кто с нами сейчас служит, будут потом нашими соседями. У нас впереди ждет еще одно крупное событие, с которым мы, наверное, как человек, отвечающий за работу с личным составом, тоже непосредственно связаны. В батальоне будет идти голосование. Выборы уже начались. Предварительно часть людей проголосовала. Те, кто находятся на передке, к ним, соответственно, организуют выезды, если нет возможности их доставить к нам на голосование, выезды с урнами. То есть, уже сейчас это началось? Уже начался процесс, уже голосование идет. Как это выглядит? И цик, в бронежилетах, в камуфляже, в блиндаже. И именно так созданы группы наши, свои бригадные, которые вот с этими урнами портативными, передвижными, буквально под пульми, выстилами, камиказами, доходят до передка, до блиндажей. Там парни голосуют, бросают свои бюллетени и все уходит обратно с риском для жизни. Понимаете, голосование в таких условиях, выбор достаточно серьезный. Как не проголосуешь, если все с таким трудом добрались? Голосуют все. Там, да, своеобразная такая атмосфера для голосования. Но, тем не менее, все готовы проголосовать. Наверное, голосование будет 100% у нашего батальона точно. Никто в стране не останется, все отдадут свой голос. За кого? За кого, это, конечно, дело выбора каждого из них. Но проголосую 100% батальону, я в этом уверен. Наверное, задам последний вопрос. Чего подразделений лично вы сейчас ждете от 2024 года? Очень надеюсь, что в этом году мы сможем добить врага до конца. Решите задачи, которые перед нами ставились. И очень хотелось бы добиться победы и мира в этом году. Надеюсь, так оно будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова